Ничего не стоит сравнения с той славой, которая откроется в нас. Другими словами, когда я вижу, что Бог еще приготовил для меня впереди, я скажу, я недостаточно страдал, я мало ада пережил, я еще не заплатил достаточно за все за это, я не достоин этого, но я есть, что я есть, по благодати Божьей. Послушай меня тогда. Теперь Иисус приведен на место, где Его собираются распять, когда они приводят Его на это совершенное место. Библия говорит, что они нигде попало распяли Его. Библия говорит, что из всех мест, где они могли убить Его, Библия говорит, что они привели Его на холм под названием Голгофа. Голгофа на языке оригинала значит, это лобное место. Это лобное место. Могу я пророчествовать тебе сегодня, что прежде, чем ты будешь готов стать тем, чем Бог хочет тебя видеть, тебе нужно встретить Его на своей Голгофе. Ты должен разобраться со своим плотским умом. Ты должен будешь разобраться с умом, который бунтарский и непослушный. послушай меня здесь. Тот же самый Иисус был распят на Голгофе. И Библия говорит, что Он посмотрел на небо и сказал, «Элои, Элои, лама сабах фани, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Он посмотрел вниз на свою мать и сказал, «Жено, сия твой сын, и сия, мать твоя». Почему Он сделал это? Потому что Библия говорит, «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей». Иисус готовился жениться на своей церкви. Поэтому Он сказал, «Папа, до встречи! И мама, мне пора идти! Я нашел кого-то, с кого я влюбился! Я нашел кого-то, за кого готов умереть! Кого-то, кого я хочу искупить!» Он оставил своего отца, и он покинул свою мать. И Библия говорит, «Он был распят между двух воров». Могу я сказать тебе, кто были эти воры? Один вор сказал, «Если ты сын Божий, сними себя с дерева и освободи меня тоже». А другой вор сказал, «Оставь его в покое! Он невинен, а мы заслужили наказание». Первый вор сказал, «Если ты сын Божий». Можно сказать тебе, кто это был? Это был вор, который приходит, только чтобы украсть, убить и погубить. Когда они убивают Иисуса, Иисус также разрушил идеала вора, который пришел, чтобы сказать, «Если ты сын Божий». Если ты сын Божий, так кто же тогда был другой вор? Другой вор был мужчина, который украл что-то с дерева в саду Эдемском, когда на то не было причин. Этот первый адам тоже был вором, потому что он ел с дерева без Божьего разрешения. Вот почему Иисус сказал ему, «Я знаю, что я вышвырнул тебя из сада, но сегодня ты будешь со мной в раю. Если я вышвырнул тебя, я могу и пустить тебя обратно. Скажи «да». Послушай, теперь. Это время посвящения. После этого, вернее, до этого, Библия говорит, «Они одели венец Терновый на его голову». Почему они одели венец Терновый ему на голову? Потому что плотской ум должен был быть разрушен. Бог сказал Адаму, «Когда ты будешь вспахивать землю, она породит тебе волчцы, и так с плотского уровня, потому что человек сделан из праха земного, и так с плотского уровня, лучшее, что мы сможем произвести, это шипы». Вот почему, когда Авраам пошел убить жертву, Библия говорит, что «был овен, чьи рога запутались в гуще Терновый». И так шипы представляют плотской ум. И так, когда они положили венец Терновый на него, помышления плотские издут смерть, а помышления духовной жизни — мир. Он понес шипы, чтобы нам не пришлось. Послушай теперь, не только это, но Библия говорит, что они проткнули его, они проткнули его в бок. Почему они проткнули его в бок? Потому что под Ветхим Заветом, когда Бог сделал женщину, Он открыл бок Адаму и взял ребро, чтобы невеста могла быть рядом с Ним. Но если невеста будет в теле, ему надо было опять открыть бок, чтобы невеста не была отдельно, но невеста могла бы вернуться. Вы слушаете меня сегодня? Не только это, но Библия говорит, в первой истории, в саду Эдемском, что Иисус, вернее, Адам, когда Ева принесла плод, познание добра и зла Адаму, Библия говорит, она дала плод Ему. И когда она дала плод Ему, Библия говорит, Он ел. Вы когда-нибудь задумывались, почему Он не разозлился? Вы когда-нибудь задумывались, почему Он не отругал ее? Я скажу вам, почему. Потому что это была его жена. И Бог сказал Адаму, она в твоей ответственности. Поэтому, когда она вкусила, Адам знал, когда придет сюда Бог, Он убьет мою жену. И если я хороший муж, если Бог будет разбираться с моей женой, пусть разбирается с моей женой,